2009 день войны. Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по окончанию войны России против Украины 80-летнего генерала в отставке Кита Келлога. Это не самый плохой вариант. Он выступает за заморозку конфликта, но при этом настаивает на необходимости поддерживать Украину оружием. В Сирии, где Россия воюет на стороне правительственных войск, оппозиция начала наступление. Солдаты Асада бежали со своих позиций, а протурецкие бойцы продолжают наступление. Уже есть потери среди российских спецназовцев. Сирия теперь может стать еще одной точкой, которая будет отвлекать российские силы. Вчера в России отмечался День морской пехоты. Видимо, в честь праздника российские морпихи решили сдаться украинским военным в Курской области. Улов весьма большой. Видео публикуют бойцы ВСУ. У солдат снова пытаются отобрать транспорт на белых номерах. С одной стороны, мера правильная, так как, используя гражданские автомобили, солдаты подставляют обычных граждан под удары. С другой, используют они их не от хорошей жизни. Минобороны не может обеспечить их всем необходимым. В общем, очередной удар в псину от военной полиции в российских войсках. Российский солдат рассказал, что на самом деле происходят на фронте и зачем люди идут служить. Ни о какой чести, долге и совести речи не идет совсем. Обо всем этом и многом другом свежей сводки. Поддержать ее вы можете вашим лайком, комментариям и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвигать видео. Также вы можете поддержать канал финансово на патреоне. Ссылка на патреон будет в описании. Подписывайтесь на ежемесячный платеж, там разные есть уровни и получаете бонусы, такие как чат для патронов, ваше имя в конце видео и, я надеюсь, в обозримом будущем стримы для патронов. Вот прям планирую провести в эти выходные, если все-таки поправлюсь. Но пока переходим к тому, что происходит на линии фронта и за ее пределами, что происходило там за минувшие сутки. Итак, избранный президент США Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по окончанию войны России против Украины 80-летнего генерала в отставке Кита Келлога. Весной этого года Келлог стал одним из авторов плана урегулирования войны в Украине, опубликованного Институтом политики Америка прежде всего. Как писал «Голос Америки», детали этого плана были такими. США должны способствовать прекращению огня и добиваться основанного на переговорах решения украинского конфликта. При этом Вашингтон будет и дальше предоставлять Украине оружие, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны России, однако только в том случае, если Киев пойдет на мирные переговоры. США также предупредят Москву, что в случае отказа от переговоров Вашингтон лишь увеличит поддержку Киева, отмечает Рейтер. Чтобы подтолкнуть Россию к участию в переговорах, США и другие страны НАТО отложат вопрос о членстве Украины на продолжительное время в обмен на широкой поддающейся контролю соглашения с гарантиями безопасности. В целом, что можно сказать по этому потенциальному назначению? Не ужасно и не суперхорошо. В том смысле, что, конечно, этот человек из команды Трампа, он в целом вот в этой орбите некоторого соглашения, некоторых переговоров, которым будет в том числе принужденный Киев. То есть это не человек, который говорит, что Украина должна победить на поле боя, не человек, который считает, что Путин обязательно должен понести поражение. Но при этом это один из людей, который считает, что в случае, если Владимир Путин и Россия откажутся на приемлемые для Киева условия и вообще от факта самих переговоров, то нужно наращивать поддержку Украины. Собственно, это тот самый благоприятный сценарий, про который мы с вами говорим, когда говорим про позитивные возможные сценарии развития событий при Трампе-президенте. То есть Трамп приходит к Путину с некоторым предложением. Если это предложение выглядит как остановка по линии соприкосновения, размещение некоторых, опять же, непонятно, как именно это можно сделать, но тем не менее, размещение некоторых европейских армий на линии соприкосновения для гарантии отсутствия провокации со стороны России. Собственно, и в этом случае, соответственно, Путин уже отказывается от такого сценария, потому что хочет, не знаю, все четыре области под свой контроль, включая город Запорожье и Херсон. И вот дальше вопрос основной, что будет делать администрация Трампа при таком раскладе. И если мы говорим про Келлога, то это человек, который сторонник того, что в случае отказа Владимира Путина от переговоров на приемлемых для Киева условиях, в этом случае Америка должна завалить Украину оружием и, собственно, сделать так, чтобы для России было невозможным вообще продолжать вести боевые действия. Опять же, все члены команды Трампа по большому счету являются скорее марионетками самого Трампа в том смысле, что он пытается назначать тех людей, которые точно будут подчиняться его приказам, потому что у него были проблемы на первом сроке с тем, что с ним активно вступали в спор, спор, активно ему противодействовали, и поэтому говорить о том, как будут вести себя те, кого он назначит свою администрацию автономно, то есть какие у них были взгляды до назначения, то есть за что они выступали, довольно проблематично, потому что основная идея Трампа, чтобы были люди, которые будут исполнять его волю. В целом, я все еще призываю особо не, скажем так, особо не надеяться на то или иное развитие событий, потому что, опять же, на данный момент мы говорим о том, что это все довольно непредсказуемо, Трамп так и не вышел до сих пор с каким-либо планом цельным, более того, источники в его, как это сказать, администрации, которая будет после 20 января, после его инаугурации, говорят, что сам Трамп пока еще не выбрал тот план, по которому он готов действовать. В этом контексте, конечно, мы смотрим и на Байдена, который, напомню, хотел до момента того, как он покинет пост президента Соединенных Штатов, хотел максимально использовать те запасы и ту помощь, которая была выдана Украине. Но, судя по всему, Байден не успеет это сделать. Собственно, сообщается, что из-за нехватки времени он может просто физически не смочь передать всю необходимую помощь. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и конгрессменов. У администрации Байдена все еще осталось более 6,5 миллиардов, которые, как сообщается, могут не успеть потратить на отправку оружия Киеву до 20 января 2025 года. Пентагон достиг лимита оружия, которое может отправлять Украине ежемесячно и теперь сталкивается с логистическими проблемами, говорится в публикации. Если так пойдет дальше, то что делать с оставшимися миллиардами, придется решать уже администрации Трампа. Между тем, действующий президент США Джозеф Байден в понедельник направил в Конгресс негласный запрос на выделение дополнительных 24 миллиардов для помощи Украине и пополнение оружейных запасов американской армии взамен уже переданных Киеву. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, который оказался в распоряжении редакции, пишет издание «Политику». Подлинность запроса подтвердили два источника. 16 миллиардов администрация Байдена рассчитывает выделить на восполнение американских запасов. Еще 8 предлагается одобрить по линии USAI, то есть для заказа вооружения у американской промышленности. Политика оценила шансы на согласие Конгресса с этим запросом действующего президента как небольшие. На этом фоне несколько издевательски выглядят требования США снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. По их мнению, РФ добивается стабильного прогресса на Востоке, и оттесняет украинские позиции в Курской области, а ужесточение мобилизации может изменить ситуацию на поле боя. «Сейчас нам нужны людские ресурсы», — отметил собеседник агентства. Вообще, такие требования отдают полным идиотизмом и непониманием проблем украинской мобилизации. Судите сами. Согласно исследованию издания «Тексты», мобилизационный ресурс Украины на начало 2024 года составлял почти 5 миллионов человек. Это если отнять от мужского населения, оказавшихся в оккупации, выехавших с границы, ту самую молодежь, которая сейчас мобилизации не подлежит. Далее, согласно недавней оценке издания «Экономист», которая существенно отличается в большую сторону от заявлений украинских чиновников, за время полномасштабной войны погибло от 60 до 100 тысяч украинских военных, а еще до 400 не могут продолжать боевые действия из-за ранений. Получается, что даже без снижения мобилизационного возраста Украина почти за три года исчерпала свои людские ресурсы не более чем на 10%. Очевидно, ответ на вопрос, почему при этом людей на фронте не хватает, следует искать в проблемах с организацией мобилизации, которые оставим аналитикам более подкованным во внутриукраинской повестке. Я никогда сам в нее не лезу и лишь передаю вам слова тех украинских аналитиков и военных, которые считают заслуживающими доверия и внимания. Ну и в конце концов, давайте просто взглянем на украинскую полувозрастную пирамиду. Видно, что эти самые люди от 18 до 25 лет, парни, которых американские чиновники предлагают пустить в эту мясорубку войны, при этом не спеша обеспечить их оружием, это самое малочисленное поколение, которое вполне может быть выбито без существенного улучшения ситуации с пополнениями. В Украине есть расхожая фраза «пусть дети депутатов воюют», так вот пусть эти самые американские чиновники отправят на фронт своих 18-25 летних детей, раз уж отказываются вооружить украинских новобранцев. Говорю я это, конечно, с иронией, но история заключается в том, что при нынешнем уровне поставок вопрос людей, это в том числе и вопрос того, смогут ли их обеспечить. Вот когда мы говорим про российскую мобилизацию, этот вопрос тоже часто встает, потому что набрать какое-то количество людей – это одна проблема, а обеспечить их – это вторая проблема. И вот, например, Россия, по оценкам разных аналитиков, даже если пойдет сейчас на мобилизацию довольно масштабную, просто нечем вооружать, потому что, по сути, процесс, похожий на мобилизацию в России, и так идет. То есть нет разных котлов с разными людьми, да, есть один общий котел населения, из него забираются люди. Да, Россия это делает сейчас не через принуждение, хотя по-разному, иногда буквально принуждаются срочники к тому, чтобы воевать, но Россия просто выбрала путь там сверхбюджетных расходов и заманивает людей деньгами. Но, по сути, она берет людей из этого же котла, и более того, этих же людей нужно обеспечивать всем необходимым. А с обеспечением настолько большие проблемы, что российские войска зачастую штурмуют на буханках, на Нивах, на мотоциклах. Да чего там буханки? Буханки уже в дефиците в российской армии, не говоря уже про нормальные средства доставки бойцов на поле боя. Поэтому без необходимого вооружения, без необходимого количества танков, БМП и всего остального, просто мобилизовывать украинское одно из самых малочисленных поколений, которые являются будущим Украины, это довольно странный план, который скорее призван перенести ответственность и сказать, что вот, смотрите, они на самом деле плохо мобилизуют людей, поэтому у них проблемы, а не потому, что количество оружия, которое мы поставляем, и количество техники, которое мы поставляем, оно крайне низко. Поэтому этот запрос со стороны американских властей не кажется, честно говоря, действительно тем, что Украине прямо сейчас необходимо. Украине нужно больше поставок, больше вооружений, больше снарядов и, конечно, некоторые реформы внутри самой армии. Пока мы с вами об этом мало говорим, точнее не так, мы много с вами говорили и говорим про запрос, который есть от украинских военных, но сейчас, судя по высказываниям Зеленского и по другим косвенным факторам, на это обратили внимание, это планируют сделать, но я пока не готов эти заявления, что называется, воспринимать за чистую монету, пока не будут проведены необходимые действия. Как то, например, история с переводом из одного подразделения в другое, к сожалению, на данном этапе эта мера может работать по вот тем изменениям, которые в украинской армии произошли, только с разрешения собственного командира, что обнуляет саму идею, да, потому что идея-то в том, чтобы из плохих подразделений украинские солдаты уходили, а в хорошие, наоборот, приходили. И проблема была в том, чтобы, точнее, решить пытались проблему того, что люди дезертируют, да, из плохих подразделений. И вот как раз вот этот вот стоппер, который был назначен, он несколько не то, чтобы обнуляет эти усилия, но не дает существенного изменения, потому что плохой командир просто не даст разрешения перейти из одного подразделения, там, в другое и так далее и тому подобное. Поэтому пока подождем и посмотрим на реальные изменения, и тогда уже будем их детально обсуждать. Стали известны подробности о недавних ударах. На днях, напомню, Российская Минобороны опубликовала на первый взгляд на удивление откровенный отчет об ударах ВСУ ракетами АТКМС по Курской области, однако даже в нем не применуло соврать через умолчание, опустив данные о погибших при ударе по ЗРКС-400, о которых сообщал канал Досейшпиона. Так вот, последние данные стали подтверждаться путем публикации в соцсетях некрологов, перечисленных военных. На них обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов. Вот что он пишет. Сплыли о некрологии еще двух российских офицеров, ликвидированных в Курской области во время удара американскими ракетами АТКМС по аэродрому Курск-Восточный и боевому расчету ЗРС-С-400 в населенном пункте Халина. Это майор Максим Солодовников и старший лейтенант Никита Печенкин. Вчера стало известно о смерти их товарища Юсупа Кадзоева. Министерство обороны России официально никаких потерь не признало, заявив, что в результате удара ВСУ никто не погиб и вся техника целая. Это не соответствует действительности. Теперь есть дополнительные подтверждения, которые мы с вами наблюдаем. Появились редкие в нынешних погодных условиях спутниковые снимки последствий налета украинских дронов на нефтебазу в Калуге 25 ноября, которые оказались достаточно существенными. Асинканал Окогора дает такую оценку. Уничтожено 3 цистерны или 30% от всего хранилища, повреждено 1 цистерна или 10%, не повреждены 6 цистерн или 60%. В целом уничтожение или повреждение 40% цистерн, 40% хранилища – это довольно неплохой результат для дронового налета. Теперь поговорим с вами отдельно про даблтепы. Двойные удары. Как минимум 36 даблтепов нанесли россияне за время войны против Украины. Об этом сообщает UA War Infographics. Двойные удары – это когда после одного обстрела через некоторое время следует второй, в некоторых случаях еще и несколько, по спасателям, медикам, полиции, прибывшим на помощь пострадавшим. Число двойных ударов со стороны РФ ежегодно растет. Если в 1922 году их было 6, то в 1923 – 10, а по данным на конец августа 24-го – 20. Отмечается, что это неполные данные, но это, я думаю, вы и сами понимаете. Даблтепы, как правило, считаются военным преступлением. Есть исключения, и опять же каждый кейс рассматривается отдельно, но то, что мы наблюдали, выглядит следующим образом. Россия наносит некоторый удар, медики, спасатели, пожарные приезжают на место для того, чтобы ликвидировать последствия, и Россия наносит еще один удар уже по тем, кто приехал для спасения. И вот это уже является безусловным военным преступлением. Бывают исключения, бывают случаи, когда нанесен удар по военному объекту, и, собственно, коллеги военных начинают разбирать завалы, то есть туда не приезжают гражданские службы. И вот в таком случае это открытый вопрос, является ли это военным преступлением или нет. Тут уже непосредственно суд должен разбираться в каждом отдельном кейсе. Но, в принципе, концепция военных преступлений, да, она очень сильно за эту войну, конечно, потеряла свою, я бы сказал, такую реяность, потому что, ну, Россия просто забила. Ну, то есть она такая, да, мы совершаем военные преступления, отстаньте от нас, мы ничего делать не хотим. Украину пытаются дрючить за те вещи, которые признаны военными преступлениями, точнее, за те вещи, которые могут быть так квалифицированы. Но, тем не менее, опять же, если мы говорим о противостоянии, когда жертва борется с агрессором, причем агрессор имеет гораздо больше усилий, имеет гораздо больше сил и прилагает гораздо больше там всевозможных технических средств и так далее, потому что они просто физически у него есть. И вот в этом случае есть довольно нечестная ситуация, когда одна страна может делать все, что ей заблагорассудится, потому что ей плевать на то, как будут оценены действия, а вторая ограничена международными нормами. И я напомню, что я считаю, что с точки зрения военных преступлений я их делю на два типа. Там, где жестокость ради жестокости, и там, где эффективная жестокость. Ну, например, использование там какой-нибудь черемах для выкуривания солдат из окопов, да, это эффективно, но это запрещено. А есть там пытка, например, военнопленных или расстрел военнопленных. Вот это я не считаю эффективным. Я считаю это жестокость ради жестокости. Те военные преступления или то, что может быть им квалифицировано как жестокость ради жестокости, я считаю лишними. Я считаю, что нет оправданий для их совершения. А история с военными преступлениями, которые просто, точнее, то, что может быть квалифицировано военными преступлениями, которые имеют вопрос, эффективность, там, зажигательные снаряды по пустому городу, значит, черемуха в окопы и так далее, мне не кажется, что имеет смысл ограничивать жертву в таких действиях, когда агрессор их применяет на регулярной основе. Но, впрочем, это такая уже длинная-длинная история, которую мы с вами неоднократно касались. Ненадолго посмотрим на другой фронт, на Сирию. Я долго думал, добавлять или нет, но мне кажется, что это довольно важно, потому что, потому что Сирийский фронт, это тот фронт, где задействованы российские силы, задействована российская авиация, российские солдаты, российское командование и так далее. И если до недавнего времени это было такой базой для пенсионеров или проведившихся командиров, то, судя по всему, в ближайшее время действия будут там намного более активными, и России придется перераспределять ресурсы для того, чтобы в Сирии помогать своему, собственно, дружочку Башару Асаду, диктатору, который, собственно, уничтожает собственное население в промышленных масштабах. И вот там пошла очень серьезная боевая активизация, и давайте ненадолго взглянем, что же там происходит, потому что, на мой взгляд, это будет иметь эффект, в том числе, на войну в Украине. Собственно, для начала напомню, что тактику этих самых военных преступлений двойными ударами ВКС РФ отрабатывали как раз в Сирии на спасателях сирийской гражданской обороны, также известных как белые каски. И вот буквально вчера, 27 ноября, в Сирии противники режима президента Асада, который пользуется поддержкой России и Ирана, начали небывало с 2020 года наступление. Сирия в глазах Кремля давно превратилась в такой третистепенный фронт и место ссылки из Украины, как я уже сказал, простравившихся генералов, за что они теперь и поплатились. Оппозиционная джихадистская военная группировка Хаят-Тахрир-Аш-Шам и протурецкий фронт национального освобождения начали наступление на сирийские позиции в сельской местности в провинции Алепа в ответ на российско-сирийские авиаудары, артобстрелы и атаки дронов Камикадзе. Операцию боевики назвали «сдерживание агрессии», об этом сообщают сирийские СМИ. Также ряд З-каналов сообщил, что есть потери среди сил специальных операций России, ССО. Столкновения начались утром 27 ноября. ХТШ взяла под контроль расположенный на западе Алеппо деревню Кафер-Бесме, а также высоты Ак-Иль, Эль-Рагип, Куптан и Дабабад. Канал специального назначения, это З-канал, сообщил, что после начала наступления антиосадовских сил сирийские военные начали покидать позиции, причем бежали, в том числе на танках, таким образом подставив российских военных. Ряд каналов опубликовали видеозапись с боевиками ХТШ, которые показывают трофейный танк Т-55А. Вечером 27 ноября, по данным телеграм-канала «Осведомитель», ВКС РФ начали наносить массированные авиаудары по наступающим боевикам на западе Алеппо. Этот же канал сообщил, что в наступлении ХТШ принимает участие недавно созданная первая бригада беспилотной авиации, получившая название бригады «Аль-Шахин». «Осведомитель» пишет, что бойцам оппозиции удалось прорвать фронт на 15 километров и захватить небольшие города Хавар и Анджарах. Напряженность на северо-западе Сирии нарастала уже несколько недель. Слухи о скором начале крупного наступления либо режима Асада, либо оппозиции ходили с начала октября. В середине октября Россия начала многодневную серию ударов на северо-западе Сирии, поражая гражданскую инфраструктуру. С тех пор в среднем 50 раз в неделю села Асада обстреливали гражданские районы, пишет издание «Сирия Выкли». Издание отмечает, что наступление, по всей видимости, привело к смятению российских военнослужащих ССО. В нескольких источниках появилось фотооружие на земле, либо это оружие погибших российских военных, либо сбежавших. Аккаунт Calibre Obscur в Твиттере, изучавший вооружение и военные конфликты, отметил, что на фото комплект вооружения ССО АК-74М, винтовка R-15 европейского образца, поздняя модификация пистолета Viking MP-446, антидроновое ружье RG-7. Кроме того, оппозиционными источниками опубликовались кадры с как минимум одним убитым и одним взятым в плен мужчинами, заявленными как россияне. Однако верифицировать принадлежность мужчин на видео не представляется возможным. Кроме того, в кадре присутствует брошенный автомобиль Toyota Hilux оливкового цвета, похожий на те, которые используют российские спецназовцы в Сирии. Потери российского спецназа косвенно подтверждает и тот самый канал специального назначения. Сегодня утром, пишет он, в сирийской провинции Алеппо, в ее северо-западной части свое наступление начали боевики Идлиба. Трусливые создания под номинованием «садыки», так российские военные называют сирийских союзников, на арабском это значит «друг», исполнили свой любимый маневр и начали сваливать не только пешком, но и даже на танках, в очередной раз таким образом подставив наших. К сожалению, есть печальный итог для одного из подразделений России. Фото и видео по сети уже распространяют духи. События намоминают февраль 2020 года, когда свалившие сирепуты точно так же подставили четверку сотрудников ЦСН ФСБ, которые, к сожалению, погибли в бою, пишет Z-канал. Чем закончится новое наступление сирийской оппозиции пока неизвестно. Вполне возможно, что Дамаск найдет резервы на других участках фронта, а удары российских ВКС истощат наступающие группировки. Однако, помимо отвлечения внимания Кремля, оно показывает, как любой замороженный, но неразрешенный конфликт может в любой момент вспыхнуть с новой силой. Я не планирую делать отдельные сводки по войне в Сирии, но, тем не менее, если там будут какие-то значимые вещи, то мы с вами их, конечно, тоже будем рассматривать, потому что я говорю, что это напрямую может влиять на боеспособность российской группировки войск в Украине в том числе. Ну и перейдем уже к ней. Курская область. В Курской области на рубеже «Зеленый шлях» Новоивановка разбита очередная, накануне сообщалась о похожей атаке, я вам рассказывал, колонна бронетехники ВСРФ с десантом. Как утверждают в оперативном командовании «Север ВСУ», уничтожены десятки единиц техники и сотни врагов. Украинский аэроразведчик под ником Крейг Форшер уточняет, что украинские позиции пытались штурмовать с помощью пяти БМД, одного танка и трех мотовездеходов. По его информации, четыре БМД удалось подбить с помощью дистанционного минирования FPV-дронов. Украинские силы специальных операций отчитались о взятии в плен бойцов 810-й бригады морской пехоты в той же самой Курской области. Примечательно, что это произошло 27 ноября, когда в России отмечается День морской пехоты. Эксклюзивные кадры, пишут они на Курщине, операторы ССО взяли в плен морских пехотинцев РФ. Войны сил специальных операций во время проведения специальных действий на Курском направлении нанесли существенные потери в живой силе противнику. Кроме того, было взято в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты. Именно так вражеские морпехи должны отмечать свой профессиональный праздник, заключают они. Ну и это не рядовой захват в плен, потому что десятки в плен это довольно много. Это значит, была окружена какая-то группировка и опять же снимают шляпу перед украинскими военными, которые готовы брать российских солдат в плен, несмотря на все те ужасы, которые российские морпехи и другие соединения осуществляют в Курской области с их коллегами. Курахово один из самых сложных участков прямо здесь и сейчас, где ситуация близка критической. По оценкам Z-источников, карман на юго-востоке Кураховского выступа постепенно сужается. Российские военные, как утверждается, заняли Елизаветовку и Ильинку. Интересно, что, видимо, окружить украинские позиции на этом направлении в очередной раз не получилось. В то же время украинский военнослужащий Станислав Бунятов отмечает. Кураховский мешок. Наша десантура довольно неплохо держит для нынешней ситуации. Одни россияне ноют по перехватам, другие, как свиньи, орут об обнулении. Украинский военный аналитик Константин Машавец анализирует ситуацию в районе Курахова, начиная с критики тактики украинского командования. Я уже писал, публикует он пост в своем телеграмме, что склонность российского военного командования к обходам и обхватам вполне очевидна и понятна в контексте основных положений оперативного искусства, исповедующих на данный момент российской армии. Но каждый раз это почему-то снова становится откровенным откровением для командования оперативно-тактического уровня ВСУ. В ходе планирования и организации ведения боевых действий оно снова и снова пытается удерживать и оборонять основные узлы со слабыми, а то и вообще неприкрытыми флангами, вместо создания против флангов более или менее мощных тактических групп. Глубине, пусть тактической своей обороны, которые могли бы в случае необходимости, если не контратаковать передовые подразделения противника, пытающегося обойти или охватить тот или иной район или узел нашей обороны, то, по крайней мере, не дать противнику расширить свои вклинения на его флангах. Командование ВСУ продолжает уделять основное внимание именно удержанию конкретных узловых пунктов, причем делает это в условиях очевидной неспособности обеспечить фланги этих узлов. Хорошо, когда противник в силу тех или иных причин не может обойти их, как это сейчас происходит в районе Часовой Яры, и они вынуждены штурмовать, атаковать в лоб, но в подавляющем большинстве случаев с такими сложностями он в реализации своих замыслов, планов не сталкивается. В конечном счете, из них, в смысле узлов районов обороны, все равно приходится отходить, часто с далеко необязательными потерями, потому что противник уверенно их обходит по флангам и в случае несвоевременного принятия решения на уход просто перерезает пути подвоза материально-технического обеспечения и переброски подкрепления в них. Так было в Авдеевке, так было в Угледаре, Селидово, так сейчас противник делает в районе Кураховой, очевидно, в большем масштабе попытается это сделать в течение зимы в Торецке и Покровске. А вот как, по мнению Мушавца, в СРФ используют превосходство в живой силе на оперативном уровне. Например, пишет он, упрямая оборона украинских подразделений в районе Константинопольская, Успеновка, Ганевка, Трудовое по реке Сахиял, очевидно, несколько притормозила крайний правый фланг группировки войск Восток. Так же, как управляемые оборонительные бои, ВСУ в районе Солнцевки и Зари, очевидно, немного отодвинули по времени быстрое занятие противником Скурахова сходу. Однако, опять же, противник, даже столкнувшись с таким противодействием, находит способ упорно гнуть свою линию. Он просто расширит масштаб и ширину обхода и охвата. Не вышло через Солнцевку? Прорвемся еще севернее на Украинку. Уперлись в Успеновке? Не проблема, прорвемся через разлив и раздольный. Ну и так далее. То есть, главный принцип понятен. Командование противника, очевидно, знает о нехватке людей в ВВТ, передовых частях и соединениях ВСУ, и пытается их еще более растянуть по фронту путем создания открытой необходимости прикрывать фланги, делая их уровень боеспособности, скажем так, вообще проблематичным. Ведь понятно, что от каждого дополнительного нарезанного километра в полосу обороны той или иной бригады ее общий уровень устойчивости далеко не улучшается. На данный момент противник может это себе позволить, потому что имеет очевидные преимущества в людях и выражениях, и военной технике, хотя, конечно, не бесконечная. Ибо очевидно, что от определенных заманчивых предложений на оперативно-тактическом уровне и ему приходится из-за ограниченности собственных ресурсов все же отказываться или, по крайней мере, сдвигать их реализацию по времени. Заканчивает Мышавец с достаточно оптимистичной оценкой ситуации. Как бы то ни было, но на данный момент я пока не вижу особых причин для очень модных сейчас в социальных сетях и СМИ причитаний громких заявлений, типа «Фронт посыпался и разваливается». ВСУ продолжают ввести боевые действия в плановом, они хаотично-случайном характере. Да, обороняемцы отходят на ряде направлений, но даже при тех условиях ведут упрямые арьергадные бои, которые стоят наступающему противнику очень недешево, что, в свою очередь, объективно стачивает и его дальнейшую способность к атакующим штурмовым действиям в перманентном режиме. По сути, на данный момент российское командование обменивает значительную часть своих стратегических резервов, которые оно накопило в 2024 году, на все эти кураховые угледары, но отчасти на кусок своей курской волости. Стоит ли оно того именно в стратегическом смысле? Вопрос, ну, очень риторический. Собственно, я согласен с Константином Мышавцом и тоже неоднократно вам повторял, что, по сути, на данном этапе проигрывают обе стороны. Да, Украина теряет территории. Причем некоторые отмечают, что довольно быстрым масштабом, опять же, этот масштаб быстрый по отношению к тому, как Россия продвигалась раньше. То есть раньше она совсем медленно продвигалась, сейчас чуть быстрее. Но с точки зрения общего количества территорий и контролируемой Россией территории, 18% территории Украины, считая Крым, это не тот темп, ради которого такое количество потраченных ресурсов, техники, снарядов, людей и так далее, может считаться приемлемым. Поэтому, к сожалению, обе стороны сейчас проигрывают. И сценарий, при котором Украина начнет выигрывать в этой войне, он и есть самый благоприятный и тот, над которым все мы должны каждый день работать и которому мы должны помогать. Кстати, о помощи и поддержке. Напомню, еще один способ поддержать канал и сделать вашу жизнь лучше, а именно обойти любые блокировки. Мы с командой, моей технической командой, делаем NVPN, это VPN, который обходит любые блокировки, мы боремся с Роскомнадзором, боремся успешно, у нас невозможно удалить из App Store, то есть не будет такого, что бац и пропало. Приложение у нас все довольно хитро сделано, и пока у нас все получается. Поэтому подключайте NVPN, покупайте его по ссылкам в описании, купить его можно с российских карт, зарубежных карт, это абсолютно легально и законно. Покупать VPN можно, пользоваться VPN можно, единственное, чего нельзя, это нельзя рекламировать VPN, поэтому нарушаю закон здесь только я. Ну а вы можете купить этот VPN и получить доступ к Facebook, Instagram, незамедленному YouTube, Discord и чему угодно еще. Если вы находитесь в другой стране, не в России, то вы также получите доступ к заблокированным у вас ресурсам. Поэтому VPN это простой способ обойти любые блокировки и снизить количество цифрового следа, который вы оставляете в интернете. Можно пользоваться и бесплатными VPN, я только за, для меня главное, чтобы у всех был VPN, чтобы все могли обходить блокировки, но бесплатные VPN, как правило, либо сильно ограничены по скорости, либо они передают данные третьим лицам, не в смысле ФСБшникам, а в смысле там для рекламодателей и всего остального, но им же надо как-то зарабатывать. Поэтому платный VPN решает большую часть проблем и минусов, которые существуют от бесплатных VPN, поэтому покупайте VPN и тем самым вы в том числе поддержите этот канал. Спасибо большое всем тем, кто уже доверился нашему VPN, успешно им пользуются. Ну а если у вас возникли какие-то вопросы или проблемы, пишите в службу поддержки, я ее ориентирую на то, чтобы они могли проконсультировать любого человека, независимо от того, знает он, что такое VPN, не знает, умеет пользоваться, не умеет, всему научим, все покажем, а ежели чего, пишите напрямую мне, быстро разберемся. Ну а мы возвращаемся с вами к тому, что происходит на линии фронта. Российские силы, которые месяц пытаются продавить часов яр, бои идут в городской застройке. Видеоштурма российских десантников на картонных БМД, отраженного силами 24-й отдельно механизированной бригады ВСУ, публикует Дипстейт. Кадры отражения штурма россиян на восточных окраинах микрорайона Жовтневой города Часов-Яр от бойцов 24-й бригады, подписывают они. Ситуация в Часовом и Рогеру остается напряженной, ведь враг не прекращает попыток продвинуться как в самом городе, так и на флангах. Севернее продолжаются попытки прорвать позиции силы обороны Украины даже с привлечением техники, необычной в данном районе, ведь в последнее время россияне привлекали для атак в основном пехоту. Попытки прорваться были безуспешными для противника, продолжаются бои. А вот к югу от города обстановка еще более напряженная, ведь враг активно давит на микрорайон Новый. По предварительной информации он может находиться под контролем врага, данная информация проверяется. Неизвестная ситуация с пребыванием врага южнее леса, из-за которого можно дойти до восточных окраин города в микрорайон Шевченко, что также пытаются осуществить московитые. Ситуация на уточнении, пишет Дипстейт. Проект Точный поводит статистику перехвата российских разведенных БПЛА украинскими ФПВ-дронами на ноябрь месяц. Было идентифицировано 870 поражений, 104 из них были произведены дронами с тепловизионным каналом. Ревиную долю из них составляют поражения разведенных БПЛА, ЗАЛа и Суперкама. Орлана же занимают третье место. Также можно увидеть статистику перехватов по подразделениям. Здесь лидирует 93-я отдельная механизированная бригада, которая держит небо под часовым яром. Кроме того, показаны геолоцированные районы перехвата дронов. Можно заметить, что помимо активных участков боевых действий, часто российские беспилотники сбивают над Днепром в его нижнем течении, где они залетают в Одесскую и Николаевскую области для подсветки целей для ракетных ударов. Недавно я вам рассказывал о проблемах с минометными снарядами украинского производства. До чего недавно. Буквально вчера. Из-за которых пришлось возвращать целую партию, по данным Бутусова, 100 тысяч мин. Украинский военный Александр Жуган рассказывает, чем именно эти проблемы оборачиваются на фронте. В одном выдуманном подразделении один вымышленный минометчик. Мины мы перевзвешиваем. Разница от мины до мины 35 граммов. Из одного ящика, одного весового знака. Взрыватели не работают. Откручиваем взрыватели. Лепим пластид под взрыватели. Вышибные не работают. Вышибный заряд представляет собой мешочек с порохом, который взрывается, выталкивая мину из ствола миномета. Берем вышибные, разбираем, взвешиваем. Количество дымного пороха и пыжей на аптечных весах. Вес дымного пороха отличается от заявленного. Пластинчатого пороха отличается от заявленного. Упаковываем вышибники. Дальнобойных порохов нет, поэтому берем пороха до 120-мм мин, которые где-то выменили на трусы. Но не эти, а эти хуйки. Распарываем пороха из-под 120-мм мин, высыпаем хуйку и порох, насыпаем другой, который тоже выменили, но в другом месте на дизель, купленный за волонтерские деньги. Зашиваем мешочки с порохами. Понятно, что крапива, это украинское артиллерийское приложение, не считает ни угол, ни дальность, если не штатные пороха, пристреливаем мины на новых порохах. Подсыпанные, подмазанные взрыватели дают неразрывы, длинные мины летят, хуйкает как, не штатные пороха застревают в стволе, вышибные накалываются, но не взрываются. Когда происходит чудо, и мины все же вылетают из ствола, яблоком минометом нахуй пробивает плиту для упора миномета на грунт, потому что она сделана из дюралюминия. Собственно, да, проблема с этими минами все еще остается, на нее уже обратили внимание на системном уровне, идет отзывная кампания, и я надеюсь, что будет решена эта проблема, будут, собственно, заводы, которые производят эти, внедрены новые практики, которые позволят избежать. Но да, проблема большая, и очень важно о ней говорить. Отличие от российской армии, что там, о какой бы проблеме ни говорили, ее решать не собираются. Яркий пример — это очередной довольно масштабный плач по белым номерам. Иван Филиппов, автор канала «На Западном фронте без перемен», подготовил очередную отборную порцию Z-натья, связанную с новым запретом российским военным перемещаться на личном и волонтерском автотранспорте, не переведенном на баланс части. Самая острая тема сегодня в Z-пространстве пишет он очередная попытка запретить военным пользоваться гражданским транспортом с гражданскими белыми номерами. Проблема, как всегда, в логистике. Не будет гражданского транспорта, не будет подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и так далее. Нарушители планируют отправлять штурмовые отряды. Итак, на территории ЛНР некоторые уникумы решили запретить передвижение добровольцев и военнослужащих на белых номерах. Ну что ж, пожалуй, напишу ниже. Вновь и вновь мы сталкиваемся с той ситуацией, когда разного рода гении саботируют выполнение боевой работы в условиях, когда 70-80% автомобилей в подразделениях личные, либо подаренные по линии гуманитарной помощи. Обделенный интеллектом, вы что творите? Как нам добираться на ЛБС? Ждать попутный КАМАЗ или же двигаться пешком, дойдя на ЛБС как раз к китайской Пасхе? Или, может быть, на гужевой повозке? Сейчас только рэп туда поставлю и вперед на фронт. Хе-хе-хей! Пишет Затканал на движениях. Это происходит уже длительное время, начиная с лета точно. С одной стороны, прессинг людей, передвигающихся на гражданских машинах. С другой, определенные проблемы как с постановкой на баланс, так и с дальнейшей судьбой транспортного средства, поставленного на баланс. Как это объяснить? Чем? Для чего усложнять то, что и так работает с трудом? Транспорта критически не хватает. С перемещением, с логистикой большие проблемы. При этом облавы на военных, передвигающихся на гражданском транспорте, с нашей точки зрения, выглядят как вредительство. По слухам, цитирую водителя и командира в штурма машину в конфискации. То есть, если машина не стоит официально на учете в Министерстве обороны на черных номерах, можете с ней попрощаться. Пишет дневник связиста Кибы. У меня есть ряд вопросов. Так, у нас штурм это не героическая часть войны, а наказание? Туда только проклятых и забытых посылают? И еще, если всем, имеющим личный автотранспорт, выдадут Нивы и Патриоты, так они свои машины в Белгород, Курск и Ростов в момент перегонят. Выдадут? Мы припасы и провизию подбрасывать. Раненых эвакуировать? Задается вопросом Сладков Плюс. В приказах звучат угрозы уничтожения транспорта на месте, отправки бойцов в штурм. Приказы рассылаются голосовым в чаты о том, что Стармыш сами же командиры превратили в штрафбаты, за что их самих надо в штрафбаты, пишет Роман Алехин. Ездить-то на чем? Борцуны вы наши? Или от хорошей жизни свой личный автотранспорт используется военнослужащими, деньги на него тратятся личные? Делать же больше нехрен. Уже никто особо не ждет от приезжающих проверяющих, хоть бы один привез что-то. Просто не мешайте. Так нет, снизу и тут постучали. Как можно быть настолько отурванными от реалий фронта? Как? Пишет Задканал Нерф. Напомню, что аргумент главных воишников и военных полицейских, подталкивающих эти запреты, вояки прыгнут на гражданские авто и уедут за самогоном, пишет Мобилизованное убежище 8. Зад-автор Юрий Мединов тем временем демонстрирует, о каком именно автотранспорте идет речь. Похоже, приказ продиктован несвойственным российскому командованию чувством милосердия. Но есть проблемы не только с автотранспортом у российских солдат, но и с количеством людей. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что вводят дополнительную выплату в 1,5 млн. рублей за подписание контракта с Минобороном. С учетом выплаты от города Ульяновска можно получить до 2,5 млн. рублей. Нам нужно восполнить потери, которые несем на СВО. До Нового года мы должны обеспечить 900 контрактников. Без выполнения этой задачи все остальное будет бессмысленно, объяснил Русских во время заседания Заксобрания региона. С помощью одинразовых выплат регионы выполняют квоты на военных контрактников и соревнуются за рекрутов. Текущий рекорд держат в Нижегородской и Белгородской области, где за подписание бессрочного контракта с Минобороном можно получить аж 3 млн. рублей. Там же, где баснословные суммы не помогают и заполнить квоты на мясо, в дело идет уже привычный обман и подлог. 18-летнего срочника обманом заставили подписать контракт и хотят отправить воевать. 6 ноября молодого парня из города Чебоксары перевезли в город Саратов военную училищу, где он подписал контракт якобы на обучение. По дороге призывников обрабатывали и убеждали, что важно подписать этот контракт. Молодым людям включали видео, где погибают военные и фильм «Девятая рота». После этого заявили, что надо подписать документы, иначе парня отправят на передовую, где все равно убьют, а родители получат детей грузом 200. В итоге срочники все подписали и только потом узнали, что это был контракт с Минобороны. Парни еще даже не приняли присягу и не прошли курс молодого бойца. Командир сказал, что брат отучится 3-4 месяца и потом будет учить таких же срочников, как и он. 18-летний пацан, кого и чему он там будет учить, рассказала сестра Чебоксарца. Родственники подали заявление в военную прокуратуру и обратились за помощью к юристам. А почему именно нужно больше мяса, рассказывает зет-публицист Андрей Медведев, у которого, оказывается, есть друзья на фронте, а не только воображаемый друг Опер, с помощью которого он в свое время отмывал арест журналиста Ивана Голунова по подложному обвинению в наркоторговле. «Написал мне офицер, — сообщает Медведев, — воюет почти с начала СВО, пришел на фронт сам, командует очень толковыми специалистами в вратном деле. У нас командование дивизии решило пойти на крайние меры, которые не поддаются здравому смыслу, а именно сформировать штурмовые группы и резервы из числа специалистов других подразделений, не относящихся к мотострелковым и штурмовым подразделениям. За недельный срок переподготовить на учебном полигоне личный состав в штурмовики с дальнейшим применением наспех сформированных подразделений и освободить стратегически важные высоты в зоне ответственности невозможно». Сообщение гораздо длиннее, я его привел в сокращенном виде. Не очень понятно, о чем речь, сейчас объясню. Итак, командование решило взять опытных бойцов, артиллеристов, связистов, мотористов, мехводов, слаженные расчеты артсистем, в том числе РЗО, и наспех сформировать из них штурмовые группы. Офицер далее пишет. «Нисколько не хочу унизить роль пехоты и героических штурмовиков, которые берут опорники противника, ведут ожесточенные бои, и вынуждает их сдаться противника под артиллерийским огнем, атаками ФПВ-дронов. Мы работаем во взаимодействии со штурмами постоянно, но каждый должен выполнять работу, которую он знает, хорошо делает, имеет опыт, который может передать другим, за которым отделение группы с уверенностью пойдет в бой». В принципе, приказ командования не то, чтобы противоречь уставу, но тут важнее причина, почему опытных бойцов другой специальности переводят срочно в штурмовые группы. Как мне пишут, причина в том, пишет Медведев, что нужно срочно выбивать врага из населенных пунктов, которые по докладам наверх считаются освобожденными и якобы находятся под нашим контролем. Если это правда, то налицо не просто нелогичный приказ, неразумное использование личного состава, это тогда все иначе называется. Знаете, каждый раз на встрече с военными верховный главнокомандующий говорит, что самое важное у нас это люди, что сейчас самое важное беречь их в этих сложнейших обстоятельствах, что не надо быстро, не надо ради отчетов, надо беречь личный состав. А тут все совершенно наоборот. Если все правда, то получается, что ради доклада срочно отправляют штурмовые отряды военнослужащих, которые не имеют навыка, по всей вероятности, потому что уже потеряли часть личного состава штурмовых отрядов ранее. Где это происходит, я знаю, но, на мой взгляд, тут есть пространство для работы ДВКР, это Департамент военной контрразведки ФСБ. Не в том, безусловно, прежде всего, дело, что бойца или офицеры используют не по военной специальности, а вот в фактах неверных докладов, если они действительно имели место. И еще одно подтверждение, что к российским военным действительно относятся как к мясу. В рамках журналистского расследования скандальных событий в 110-й отдельной гвардейской бригаде удержание офицеров своими солдат в собачьих клетках с целью вымогательства, командир одного из водов с позывным «Адам» попытался оправдать известного командира штурмовиков Владимира Новикова, того самого Белого, обвиняемого в разбое, вымогательстве, пытках и похищениях людей. У нас война, и у нас наше подразделение, оно, я считаю, еще разломилось, знаете почему? Потому что Новиков, Владимир Новиков, наш командир, которого сейчас нет с нами. Он слишком мягок к многим людям, слишком мягок. Намного жестче ситуация в других боевых подразделениях, намного жестче. И я это не послухом знаю, я это видел. Я это видел, насколько жестко относятся к другим подразделениям. По уставу Российской Федерации, если за неподчинение командиру, командир имеет право застрелить человека во время боевых действий. Все об этом знают. У нас ни разу не было этого, ни разу. Новиков, чтобы кого-то застрелил. Были случаи у нас на фронте, не лично у нас, да, а были случаи у трудных подразделениях. То есть, военнослужащие разворачивались и начинали стрелять в своих. Короче говоря, то, что я вам рассказываю в сводках, потом, через какое-то время, вы услышите от зетников, в том числе. Потому что история со штурмами, с переводом и так далее, это все то, что мы видим на фронте, оно продолжается. У российских частей продвижение возможно только благодаря бесконечным местным штурмам. Бесконечные местные штурмы возможно только, если задействовать все силы, в том числе перекидывать артиллеристов, отпевишников и так далее. И это будет только нарастать. Еще один пример интересный российского военнослужащего, который подписал контракт, и он поделился откровениями о реальности службы, мотивах солдата и истинных причинах, почему люди идут на войну. Его слова раскрывают жестокую правду о том, что происходит за кулисами военных действий. Самый наслужащий, короче, контракта подписал на два года в связи с тем, что я хуя живу, короче, ебать. Сразу, короче, поясню следующее. Из 100% личного состава, тот, кто, блядь, воюет, типа за родину, нет там такого... Я вам говорю, со своего объектива мировоззрения, больше 50% идут из-за денег. А этим он манипулирует, он повышает тапки зарплаты, чтобы люди шли на войну. А что? Понтов? Я не вижу. Короче, год я отслужил в мясорубочке. Добрый вечер. Прокрутился. Пришел по ранению. Нихуя ничего не выплачивают. То, что вот эти лямы платятся. Они высасываются обратно. Блядь, между людьми нахуй платятся. За что играется война, я не пойму. Короче, ничего не должен. Я ни у кого ничего не брал. И никому я не отдавать ничего не буду. Понятно? Я вам отдал долг. Там, в степях нахуй в Украине. Где, не говоря о смерти врагов, сколько лежит наших тел. Просто лежит. И их никто нахуй не выносит. Они нахуй никому не нужны. Их там отослали в штурм. С них карточки пособирали нахуй. Поебашили их бабки. Не в бабках дело нахуй. Их человек сам отдаст, чтобы оттуда съебался. Понимаете? А правды нахуй нет нигде нахуй. Понятно? Откройте люди глаза. Посмотрите, что пишут. Старикам засирают мозг. Конкретно засирают мозг. Вот этими СМИ. А что же они не показывают-то о правде нахуй? Где правда? Все борются за власть, за эту нынешнюю нахуй. А вас наебали. Вас, блядь, нагнули и наебали. Мать погибшего бойца Нестерова Александра Павловича, позывной Нестер, 93-го года рождения, мой ровесник из Свердловской области, Бородина Наталья Викторовна, обнародовала информацию о том, что рассказывал ее сын перед смертью. Как пытались скрыть гибель ее сына, а также о том, какой беспредел творится на фронте. Просто ты поймешь, что здесь не похуй. Мы когда сюда приехали, когда нам говорили, вот первый же день нас сострелили, вы вышли, нам на вас рай. Вы пойдете вперед, и нам допишите. Хоть допишитесь, что вы сделаете. Вы поймите, что здесь все связано, здесь все заебись, здесь война. И никто с этим не справится. Вот до каждого это дошло. Это бесполезно. Мы приедем сюда прокурор, мы сходим в баню, он напьется, накайкуется, нанюхается, что ему надо. Сядет и уедет. И все бумажки он подпишет. Есть еще какие-то к тому-то вопросы. Со слов матери, Александр ушел на задание 19-го, 10-го, 24-го, после чего на связь не выходил. Ушел на фронт из ЭК. Заключил контракт 4 августа 2024-го. Уже 2 ноября Наталья узнала, что сын погиб. Об этом сожительница военнослужащего сообщили товарищи, уточнив, что вытащить его не могут. Чтобы ты понимала, здесь миллиарды воротятся. Александр в своих последних аудиосообщениях и переписках рассказывал матери об огромных потерях, о том, как раненых выставляют продолжать выполнять боевые задачи. Военный учетный стол города Арти, 416-95, военная часть, а также полномочный по правам человека, Наталье так и не предоставили информацию о гибре Александра, а товарищи, которые сообщили сожительнице о смерти, перестали выходить на связь. Известно, что женщина пыталась найти какую-нибудь информацию через чаты и группы 35-й бригады, но после этого ей начали поступать. Угрозы. Это еще одно подтверждение того, что происходит на фронте. Российская армия не только фашисты и оккупанты, но и армия буквально самоубийц, которая идет погибать за миллионы, которые обещают. Не будьте как они, гробу карманов нет, и поэтому никуда вы эти миллионы не засунете, а ваши родные и близкие их быстро пропьют и вернутся к своей обычной жизни, ну, если их тоже в какой-то момент не мобилизуют или не введут, например, трудовую повинность. А с вами был Майкл Наки, еще раз извиняюсь за несколько гнусавый голос, пока не выздоровел, работаю над этим, но до скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok